Тёмная ночь В эту ночь все кланы орков собирались у богословенной горы духов Ошугун и отмечали связанные дни равноденствия. Как же я хочу попасть на этот праздник? Я уже совсем взрослый орк, но мой возраст всё ещё не позволяет этого. Планету Дренор населяли множество орочи-кланов. Они не воевали друг с другом, но не особо общались. У каждого были свои традиции, обычаи, одежда, легенды и свой шаман. Даже наречия порой так сильно отличались, что оркам из разных кланов приходилось разговаривать на общем. Им и самим казалось, что они отличаются друг от друга едва не сильнее, чем ещё от одной расы населяющий Дренор — синекожих таинственных Дренеев. Гора Ошугун впечатляла даже издали. В отличие от других гор, она вырывалась из земли правильным конусом и походила на гигантский кристалл. В легендах говорилось, что сотни лет назад она упала с небес. Видя её необычность, в это можно было поверить. Во время праздника каждый шаман должен был войти во внутрь Ошугуна и разговаривать с предками. Дуротану было очень интересно, что же делают взрослые орки после того, когда вся еда съедена, трубки выкурены, а всевозможные настойки выпиты. Терпеть больше было невозможно. Дуротан собрался и тихо покинул шатёр. В сумраке он едва разглядел силуэт ещё одного юного орка, подошёл к нему и спросил. Ты что здесь делаешь? А ты что? То же, что и ты. Ну и что теперь? Будем делать, что собрались или болтать попросту? Лучше делать. Дуротан указал на небольшое дерево впереди и оба отправились туда. Добравшись до него, они спрятались. Меня зовут Оргрим. Я потомок Телькара по прозвищу Молот Рока из клана Чёрной Горы. А я Дуротан, сын Горада из Северного Волка. После Дуротан и Оргрим начали прислушиваться, о чём разговаривают взрослые. Всю эту зиму шаман лишь одной лихорадкой и занимался. Только один малый вылечится, как тут же другой свалится. И зверям нелегко пришлось. Когда готовились к празднику, копытнее тяжело было достать. Клаага варит хороший суп из костей. Да только рассказать не хочет, какие травы кладёт. Вот когда моя дочурка вырастет, тогда и узнает, а для вас это останется секретом. И вот этот рёп настолько таинственный и священный, что детям из палатки запрещают выходить. А уж тем более послушать. Унылые разговоры про лихорадку и суп – великая тайна? Мы б с тобой придумали что-нибудь интереснее. Это уж точно. Праздник тянулся ещё два дня. И днём и ночью Дуротан и Оргрим тайно выбирались из палатки и состязались в силах и умениях. В беге, лазании, поднятии тяжести, равновесии – во всём, что могли придумать. В последний день праздника Дуротан вдруг сказал. Хватит состязаться обыкновенно, как все. Давай сделаем то, чего ещё не делал наш народ. Это что же? Давай станем друзьями. Ты и я. Но мы же из разных кланов. Да неважно это. Мы же не враги. Посмотри вокруг. Кланы собираются дважды в год, и вреда от этого никакого. Мой отец говорит. Как раз потому, что мы встречаемся два раза в год, вреда и нет никакого. Что же, Оргрим, потомок молота Рока? Я думал, ты храбрее. А ты не лучше их, робкий, боязливый и ни на шаг не можешь отступить от заведённого. Я не трус. Я ничего не боюсь и не уступлю тебе. Ты выскочка из северных волков. Дерзкий мальчишка. Тебя не помешало бы высечь, юный Дуротан. И хотя Дуротанова голова всё ещё кружилась от затрещин Оргрима, а тело Оргрима ныло от ударов Дуротана, оба посмотрели друг на друга и усмехнулись. Так началась дружба двух юных орков из разных кланов. Ты не догонишь меня, Оргрим. Это мы ещё посмотрим Дуротан. В очередной раз друзья состязались. Сами не замечая того, они покинули родные земли. И вот над их головами стали мелькать густые шапки таракарского леса. В конечном счёте, ноги Дуротана не выдержали и Оргрим одержал победу в этом соревновании. Вместе они улеглись спинами на прохладную почву, жадно глотая воздух. Поначалу оба клана беспокоились о дружбе Дуротана и Оргрима. Но вскоре упорство двух юных орков стало забавить вождей кланов. К тому же орки из Чёрной горы и Северные волки были известны спокойным незадиристым нравом. Вот если бы Дуротан сдружился с кем-нибудь из клана Песни Войны или Весёлого Черепа, причины для беспокойства были бы вескими. Да и вообще, вожди считали, что в скором времени дружба приестся юношем и всё вернётся на своё место в привычном порядке, неизменном незапамятных времён. Но их ждало разочарование. Весна сменилась на жаркое лето, а дружба всё ещё не прекращалась. Дуротан, ты тоже чувствуешь вибрацию Земли и слышишь это? Только глухой и парализованный не почувствует такое. Что это? Возможно, копытень. Внезапно из-за деревьев появилось огромное чудовище. Это был Огр. Орг. Убить. Плющить. Оргрим и Дуротан прекрасно понимали, что им не справиться с чудовищем. Нужно было убегать как можно скорее. Но вот досада. Мышцы ещё не восстановились. Огр догонял молодых орков очень быстро. Не когда Оргрим и Дуротан подумали о самом худшем, спасение явилось беззвучно. В Огро полетели молнии, но не такие, что вызывали шаманы. Затем несколько таинственных синекожих воинов в блестящих доспехах начали атаковать чудовище. И Оргрим и Дуротан стояли как вкопанные от развернувшимся перед ними зрелищем. И когда Огр пал замертво, один из синекожих защитников подошёл к ним и спросил. Вы не пострадали? Дуротан и Оргрим и раньше видели синекожих существ, но лишь издали. Их называли дринеями. Порой они являлись время от времени к тому или иному клану. Вменили тщательно изготовлены инструменты, оружие, красивые фигуры из камня на толстые шкуры лесных зверей. Руду и материалы, добытые орками из земли и скал. Вы забрелись слишком далеко от дома. Из какого вы клана? Я Дуротан из Северных Волков. А я Оргрим из клана Черной Горы. Из разных кланов? Вы, наверное, собрались драться, раз забрелись столь далеко. И да, и нет. Мы друзья. Друзья из разных кланов? Необычно. Синекожий незнакомец отошел и сообщил что-то двум своим товарищам. В тот же миг один из них отправился на север, а другой на северо-запад. Они оповестят ваши семьи. Скажут, что вы здоровы и невредимы. Завтра вы отправитесь домой. Солнце скоро сядет. Поэтому, буду счастлив предложить вам гостеприимство Дренеев. Я глава Стражей Телмура. Мое имя Ресталан. Друзья, хочу поблагодарить всех, кто принял участие в кастинге. Особую благодарность хочу выразить каналу Vanilla Fresh Blood, а также проекту Only Smiles. Обязательно подписывайтесь на каналы и наслаждайтесь стримами этих замечательных людей. Также не забудем про Георгия Голонского, подписчика, который изъявил желание стать звукорежиссером проекта Элкрафт. Огромное всем спасибо!